Людям надо самих себя продавать, это уже все на земле стали. В определенном статусе, качестве и так далее. А развести мужика купить девушку? Себе покупал. Хожу себе купеты покупать. Я не вижу, как покупаю. А попробуй откажись еще приедем. Я что купил? Я покупаю. Нет, я же в положении девушек покупаю. Понятно. Ладно. Это то, что можно перед тренингом, чем можно ощутимо облегчить себе задачу. Чтоб там не мучиться вот на тренинге. А что ты не делаешь? Прикольно. Есть ли? Так, ну что, опять? Давайте. Вот, кстати, возьмите опять этот момент. В секторе удачи. Вот, после удачи. В десять собрались, начали в один по сути. Да. Я просто не успел, потому что еще есть как бы модуль, но его приходится просто убирать, потому что один. По физиологическим ритмам ты никуда не заедешь. Смешная вот штука штука. Я говорю, что специфика работают не бывает. Бывают шоу, золотые. На виду того, что, ну, так сказать, детские специальные тренинговые залы. При этом, где они есть. Если есть, они по таким суммам. Чтоб не улучшить людей, так и деньги деливаются. Зашли. Поэтому, ну, в каких-то крупных условиях приходится работать. Я наработался. Уже есть протекающие локализации. В подвалах. Нигде стульев нет. Вот, вот, есть люди. Люди пришли. Ну, вот работай. А там могут сейчас зарядиться. Строить монтажную работу. Отвечать себе огонь и молотки. Они пришли. Воля тренера есть, конечно, свернуть в руку. Но, если работаешь в другом городе, люди специально пришли, выделили, выделили и так далее. Ну, а режут, связываются. Чичи. 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 Ладно. Вопросов нет. Маленький такой моментик по залу. Зал – это инструмент наш. Наш. Поэтому мы по залу тоже значимые штуки. Обратили внимание. Температура зала значима? Да. Значима. Очень плохо, когда помещение не проведет. Это значит, что у тебя группа будет допнуть через час работы. Работать бесполезно, чтобы не было. Трансовые методики, трансовые техники – это ура. То есть, он не так спит. Почему? Понимаете? Дополнительно. То есть, замечательно. Но вот с точки зрения осознания, навыков трениров – это беда. Приходится постоянно делать перерывы и проведенные помещения. Постоянно. Здесь, например, слишком прохладно. Потому что, если сейчас серьезную работу зарядить, я говорю, людей будет вести. Потому что это потери энергии достаточно серьезные. А что, если после первого дня не ползать на колячку, то, значит, просто перегону прохладно. Да, ну. У нас двух обучающих вопросов. Да, нормально. Да, нормально. Да, нормально. Для какой группы это становится? Для такого тренинга и группы, да. Группу можно еще в два раза больше сюда втиснуть. Но мы не сможем разойтись. Но упражнения уже будет тесно. Уже тесно. Если сейчас мы разобьемся по парам. И если ей желательно, чтобы пара друг другу не перекрывала, то, конечно, они сидят рядом и сидят. Но технически, вот если я вот здесь сижу, а вот здесь уже вторая пара сидит, на таком же ровно расстоянии можно говорить, все равно рефлекторно ты рассеиваешься. Поэтому есть требования к залогу поделять. Чем простороннее, тем лучше. Да, здесь вот разойтись уже трудно. Поэтому, когда пойдем на храждение, вот там есть удовольствие помещения, то есть можно туда заплатить. Кого это не смущает? В нашей работе, я по главному дару, что тебя не смущает. Если в пропорции с человеком пространство закрылось, то вход только в полу отсутствует, тебе все равно должен быть. То есть, мы смотрируем только на человеке, на том, что в принципе. Это зал маленький. Он только для определенного типа тренингов подходит. Того, что сильно ограничивает. Нельзя подвигаться. Нельзя множество техник реализовать, которые связаны с работой и пространством. То есть, он очень сильно списан. Понятно? Вот так разговаривать, да, замечательно. Разбегаться уже очень сложно. Вот вместите сюда тренинг, вот, например, по пункту вместите. Поэтому желательно зал раз в два, по пункту. Потом, когда вы будете моделировать свои тренинги, писать свои программы, там есть много двигательных каких-то, может быть, тренингов, где надо подвигаться, выходить, как-то так далее. Поэтому такой зал найти очень-очень большой. А чтобы он еще и с интегацией был, и еще и с правильной веры, это уже мечта. Либо ты все и отдашь, подаемый зал. Понятно? Если душ, то вот не надо игнорировать никогда реакции группы. Группа засыпает, остановись. Вот смысл. Знакомство с глупой. 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 Вместе с глупой. Хм... Можно вот как сегодня. Зашли, поговорили, спокойно, например, рассказывали. А бывает так, их загнали, зал неподготовленный. Ты заходишь, стулья вверх стен, как они стояли. Там три человека в угол забились, обсуждают там что-то, там забились, тут забились. И все уже выключили, занялись своими делами. Что делать, как собаки будут? Они знают, что у вас есть. Правильно. Это вещь неудреная, но у кого-то это дикие сложности. Потому что я вот, нет, я рад за тебя. Тебе еще громче научиться говорить, разрешить класс. Затем научись. Суть говорит, бывает вот такая, да. У тебя, кстати, манера есть говорить в пространстве. Представляете, вот это можно поднести. Можно встать, вот так, люди сидят, дарят, жить. Дарят, давайте все собираться, что ли, как-то. Знаете, какая реакция была, да? Когда к классу вообще я обращаюсь, к аудитории вообще обращаюсь. Если вообще, то никто не реагирует. Суть какая, если хочешь выключить или включить людей, то подходи, собственно, к людям и выключай. Вот он там сидит в углу. И подходите, вот с простыми вещами. Молодцы, помогите, пожалуйста. И важный момент всегда контакта. Вот не повторяйтесь, не чистите. Сейчас я об этом, но тема какая всегда, дожидаясь ответа. Держи паузу. Сказал вот что, тогда встань, пожалуйста. Дожидаясь выполнения. Все. Не надо ничего в этом движении. Потому что у него там медленные мыслительные процессы. Сначала тебя заметят. Потом начинают говорить, кто это вообще. Потом начинают. Может он выключится? Он за человеком разговаривает. Ты его вырвала. Пока до него дойдет, что ты тренинг, что ты что-то просишь. Если ты в этот момент начнешь говорить, ты собьешь и отсюда. И все. Крупплетит. Подошел, помогите, пожалуйста. Да, вот взял на руку. Стол ему туда поставь, все хорошо. Этот пошел. Идешь к следующему. Если двое, второе ему помогает. Пошел. Идешь к следующему. Добрый день. Иди, пожалуйста. Все. И он субгруппу вот так за ручку вытаскиваешь. Не парься. Ты тренер. Тренерская профессия основана на контроле. Если ты потеряешь контроль в какой-то момент. В этом всего, что усиливает контроль, это тебе в тему. Лишний раз покомандовать, лишний раз украсаться. Нет. Понятный момент. Не обращайтесь никогда в пространство. Это глупого индустрия. А есть люди, которые все-таки на тебя обратили внимание. И им уже не хуже начинать смешить. И весело. Вот стоит такой тренинг. Ну давайте, ну что, вы же на тренинг пришли против кого-то. Ну что же вы там еще? А кто-то уже начинает потешаться. То есть этих людей уже начинаешь терять. Поэтому спокойно. Ты здесь хозяин. Ты знаешь, что здесь делать. Начинаю организовывать пространство. Бери за ручки. Стаскивай. Вперед. А если микрофон? То есть сразу вся эмоция вырастает? Если реагирует хорошо. Ты скажешь. Ты можешь давать вам. Но если не реагирует, не надо ли мне подойти и сдернуть. Потому что вся группа. Они вот. Там кто-то сидит. Вот те даже кто пошли. Они вот так вот идут и соглят. Я что это? Самую мысль. Я что на это делаю? И они всегда оценят реакцию тренируют. Что ты будешь делать? Грубо. В первой фазе всегда смотрят на тему. Что ты будешь делать? В самых простых вещах. При гипнотизации щелка. В моменты твои руки поднимаются вверх. А они вот и поднимаются. Что делать? Давайте поднимите. Поднимаются вверх. Все. Поднимаются же. Все. И здесь точно такой же принцип. Твоя задача будет чинить человека. Как бы это жутко не звучало. Но контроль над рукой важен. Значит ты ее не сможешь управлять. Поэтому добивайся всегда выполнен. Сказал. Замечай. Но ты всегда можешь постоянно на группе оценить. Честно говоря. Можешь поднять услышать и видеть. Потому что вот так когда ты подошел. Да? Дорогился вот у тебя. Увидел. Глаза в глаза. Глазной контакт. Вот тогда обращайся. А не так кто-то там за спиной что-то сказал. Вот. Коснулся. Развернул. Оценил. Глаза в вышли. Твою голову. Убегает. Я думаю это немного мутноватый. Я думаю что это не сразу вкусивый заделал. Ахахах. Ахахах. Вот. Вот после этого чок внутрь у него. Да? Надо уже измотать собственно что-то. Че-че умеет. Взял. Пошел. Вот и все. Моменты понятные. Все попытки тирнуть. Вытягивать. Мешать. Надо жестко пресекать. Добиваться. То есть не пойдет на тебя группа. Вот он нельзя. Он не встает. Не помогает и так далее. Вариант его оставить нельзя. Или иначе он будет маркером для группы. Можно себя так нести. Есть такая любимая тема. Можно я не буду выполнять упражнение? Можно, но не буду. Он там. Выходил в территорию. И там не выполняет. Здесь нужно выполнять. У тебя есть власть. Ты их должен выполнять. Пришел. Я просто думаю, что нет. Притеряется. Нафиг влазишься. Без помощи. Ты ее рядом с детскими руками. Когда ты заходишь. Зонство бывает опасное. А вот ты заходишь. А там вот так вот все. Летает. Бегает. Кричит. Орет. Носится. И так далее. Я думаю, что ты основываешь. Первое задание было на мастер-классе. Например. Я помню. Это глупо детишек собрать. Ну надо же их как-то собрать. Это же дети. И что ты с ними будешь делать? Берешь и начинаешь играть. Давай домик строить. Вот. Вот. Поймал. Как тебя зовут? Миша. Миша. Пошли домик строить. Да. Из этой мебели начинаешь построить домик. Одного хватаешь. Давай. Многие. Тем более. Ну все втянутся. А вот когда ты их в общий процесс включил. Иначе мы не управляем. Тогда уже можно их. Дальше рассаживать и управлять. А давайте дети теперь возьмем стуль и сядем. Я вам скажу. Скраску. А вот самая другая ситуация. Которую взрослые виды демонстрируют. Ставим вот так. Ну короче. Дети все сюда. Там еще что-то еще что-то. Да. Побежать. Там всегда есть вася кубки. Да. Которых надо за руку тащить. Вот. Мы учили. Да. Да. Но все равно. Комара не спит. Мы даже не увидели. Первое. Ладно. Пришел. Расставим. Как расставлять? Считается что фактически форма круга. Правильно? В нем есть свои плюсы и есть свои минусы. Минусы я уже сказал. Вот те кто сидят здесь. Они начинают выпадать. Хорошо. Если есть эксперты. Как бы. У которых это уже все время новое. Амбонцы не особо не хотят. Какие-то мебели. Эту качество мебели можно так поставить. Они как бы нельзя. И напрягают. И сидят экспертизу. Если у нас теперь нужны. Нужны люди в работе. Вот здесь возникают варианты. Потому что смотреть экспертизу. Конечно он в двух дней. В каком-то смысле. Вот для нашей группы. Рассадистент. Амфитиатр. То есть еще чуть-чуть. Вот сделаем четкий. Четкий круг. Замечается? Я просто не говорил об этом. Через минуту. Показал. Видите? Замечается как извините? Видите? Мне удобно. Какое расположение. В каком смысле? По сути у меня все получаются. Зоны прямого контакта. Все данные по сюрпризам. Я могу к любому обращаться. Поэтому в зависимости от того. Какой тренинг проводишь. Если тренинг терапевтический. Тогда лучше кругом. Однозначно лучше. Потому что у круга есть семантические значения. Люди собираются в прострадку. То есть. Люди вокруг чего-то собрались. Группировались. Вокруг какой-то общей проблемы. Какого-то еще что-то. А когда есть элемент состязательности. Тренинги. Малого контакта. Это очень необязательно. Потому что эти люди вырубаться будут. Понимаете? Да? Вот это вот. Улучшенный круг. Для семинаров вообще идеальный. Потому что. У тебя здесь стоит флимчар. 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 Понятно ли? Угу. Неудобный вариант. Флимчар. Флимчар. Бывает. Когда вот. Сцена. Какой-то автор из зала. Видел тебя сидят флимчар. Флимчар. Получается там углы. Как в классике. И в эти углы. Легко заглевался всякими темными личностями. Которых очень долго рулакили. Треться принимали. Поэтому. Вот амфитеатр. Более-менее. Приемный. Понятно? Да. Ничего сложного. В разных вариантах. В разных категориях зала приходится работать. И в рядах приходится работать. Это просто все тебе усложняет жизнь. Вот все. Есть помещение с дерьмом и совершенно агустикой. Когда говоришь, как в ладу приходится орать. Есть вообще все шоу. Конечно. Рохот идет. И так далее. Есть такие варианты. Да. Приходится плясать с микрофоном. На сцене. А там они где-то разорвиты. Их вообще не видишь. Потому что тебя снимают. Ко всему этому привыкаешь. Это просто специфика. Будет возможно потренироваться. Найдешь такой зал. Актовый, густой. Встань на сцену. Говори. Для кого надо говорить в актовом зале? Знаете мне? Для последнего. Для последнего. Для последних рябов. Потому что если они тебя слышат и на контакте. Впереди тоже. Ошибки только выкрутят на рост. Перенимают. И для него. Откуда возникают такие вещи вообще? Потому что я вроде тренер. Нафига нет. А вот иногда просят. Иди смотивируй людей. Выступи перед людьми. Перед коллективом. Чтобы люди пошли к тебе на дверь. Берешь микрофон. Вылезаешь. Начинаешь присоединиться. И куда делаться? Не мое это или нет. И без работы я не могу. Ну ладно. Вот люди тебя не знают. Потому как ты произнесешь свое имя, как ты им скажешь, будет создаваться первым впечатлением. Согласны? Очень важно. Очень важно. Поэтому давайте представимся на каком виде начали. Посмотрим, как это работает все от мяса. С тебя начали? С тебя начали? С тебя. Сты! Сты. Ты не представился как для отмазки звери. Реально, представляешь с ним? Вот начинается здесь. Что здесь не так? Поза. Вот что ты разбился? Нормально сесть. Поза контакт. Ну представь, ты приходишь в руках, ты вот так раз вкладываешь на стол. Здравствуйте, меня зовут Лей Саун. О чем песня? Пошел вперед. Добрый день всем. Меня зовут Кирилл. Спасибо. Я просто хочу помочь, потому что у некоторых такое заблодание на этом все равно. Добрый день. Угу. Синдомный день. Добрый день. Вот это зачем? Да так. Добрый день. Давай. Добрый день. Да. Замечательно, что ты не простит. Как будто в Аблине что-то пласть в голову. В головочке есть. Да. То есть, что ты все тут видишь, но надо вставать в центре. Вообще, что вставать? Вот ты сидишь в голову. Вставать не надо. Это не будет. Ветку заносить. Скоро видно, я тут все выдал. Вот в силу не скажешь. Вот посмотри. Он будет таким взглядом. Пункт второй. Подумай о том, что ты собственно говоришь. Ты произносишь свое собственное имя. Как ты хочешь, чтобы люди тебя воспринимали? А это как? Чтобы они тебя всерьез воспринимали. Хочешь? Всерьез воспринимать то, что говоришь, делаешь. Соответственно, надо как-то вот это при представлении сложить в имя. Здравствуйте, меня зовут Вера. Представилась? Я слышала. Не представилась? Здравствуйте, меня зовут Вера. Уже лучше. А теперь вот сиди в человеке. Вот ей конкретно скажи, что ты не ее комментируешь, что тебя зовут Вера. Чтобы не захотелось тебя Вера взять. Здравствуйте, меня зовут Вера. Здравствуйте. Нормально. Видите, как ни странно, да, но вот в имени очень много заморочено. Да, в отношении к себе оно перекладывается на имя. Здравствуйте, меня зовут Вера. Ну, так наоборот. Ладно, можно дальше. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Денис. Че ты пизденешь? Видишь, да? Че с тобой будет? Спокойно, представь, люди. Они с тобой потенциально два дня. Ну, че ты пугаешь сам? Добрый день, друзья. Мне зовут Дениса. Друзья не тебе. А на хрена? Аккуратней со словами, аккуратней. Они тебе не друзья. И не коллегия не тебе возможна. Ты тренер, они участники. Еще кто-то кому это два дня будет выясняться. И когда вы видите с такими приспозициями жесткими, друзья. Здравствуй, дорогой друг. Здравствуй, любовь моя. Давайте. Спряш. Ты, это же от страха. Че ты истеришь? Че ты делаешь? Успокойся спокойно. Вдох выдох. Здравствуйте, меня зовут Денис. Здравствуйте, меня зовут Денис. Еще спокойней. Представь тебе с этим. Тебе, если я делюсь, будет тяжелую работу два дня проводить. Не знаю, что вы делаете. Здравствуйте, меня зовут Денис. Уже лучше. Спокойней по деловому, по сущущению. Ты-то знаешь, что будет работать. Ты должна видеть. Видеть. Че больно расшат? Че больно расшатся? Че больно расшатся? Че боишься? Друзья. Понятно? Спокойней. Покажи им, что ты их увидел. Каким взглядом в руку почувствовал это ощущение глупое. И его выразить. Добрый день. Здравствуйте. Привет. Сам думаю, да? Добрый день. Меня зовут Денис. Вот. Чувствуешь, да? Будет анализ. Хорошо? Спокойной. И ты людей на этот анализ поставишь. А за это ты на эту эстетичность поставишь. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Нормально. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Самочка-то чего не нравится? Волную. Нет. Редко Надежда. Здорово. А вот привыкать надо. Когда меня начали садов, не надо что-нибудь забывать. Я еще не лечусь. Потом просто по парапану. Еще раз. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Здорово. Можешь еще как-то спокойнее? Я просто ощущение, что с людьми долгое время бывает. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Здорово. Немного учительского как-то в клубе дает. Дин-дин. Я даже не могу больше учить. Я зовут Надежда. Всем пристели, христа и клубе. Владимир, пожалуйста. Владимир. Суть какая? Видите, вы выясняете в случае имя свое непривычно произносить. Он в реалии. Тебя начнут спрашивать, а как к вам обращаться? На вы или на ты? Как к тебе обращаться? Уменьшевать или определять. Нормально. Поэтому так и говоришь про человека. Меня зовут Надежда. На тренинге можно ко мне обращаться. На тренинге можно сказать. И ручно на тренинге. Все. Рассказывай. Никакой истерии быть не должно. Людей так напуганно не мыть. Они напуганно не в паралечии сидят, сейчас не знаю, что будет происходить. Страшно. И они рассказывают. И ты, если связнешь разок и все. Понятно? Рик, вот увидели этот момент. Пожалуйста, дома работайте. Представляешь, что ты разговариваешь со старым другом, который на уехал, потерян контакт. Но осталось только вот это дружеское отношение. Ты его уже не знаешь. Это по сути твоего человека. Вот знакомое ощущение? Вот разговариваешь с ним не так. Ты его не знаешь. Нет. Вот ощущение как старого другого друга есть. Чего тебе не психовать? Дергать с утицей. Правильно? М? Здравствуйте. Меня зовут Владимирович. Нет. Не сломайся. Вот погоняй. Ладно? Потому что ой, не зовут. Ладно, да? Добрый день. Меня зовут Александр. Кто против, да? Обязательно. А если он не врагерный? Видите, ворку с тренировки. Добрый день. Меня зовут Александр. Чувствуете, когда человек? Вот ты представь, понимаете, то, что вы представляете, идет в речь, идет в голос. Если ты реально почувствуешь, что это твой добрый друг, что у тебя теплая отношение к человеку, у тебя, конечно, и голос будет соответственно. Ведь у вас в голосах слышно, что вы людей боитесь. Боитесь в ответ на «Здравствуйте, меня надо». А мне «Поукой» не хотел заботиться. Бывает такое. Ну ничего. Ну чего бояться-то? Если ты «Здравствуйте, да». Замечательно. Уже начинаю споприкаться. «О-о-о, как я свою позиционную звукострую». Можно ли загрызь и спокойно? Прочувствуй. Вот тепло вот здесь вот на месте. Почувствуй. Добрый день. Меня зовут Александр. «О-о-о, теплее голос». «О-о, теплее голос». «Поукой сюда». «Приемлемый». «Ты должен идти успокаивать. Вы пришли в нужный день». «Все замечательно». «Все будет нормально». «Приемлемый». 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 «Пуставку». «Не надо идти». «Все, спасибо». «Тоже, я говорю, не надо отрабатывать». «Произносить свое имя» – это вот так, коррекция при этом. «Не поймешь, что это то ли боится он себя». «Здравствуйте, меня зовут Юлия». «Нормально, только с артипуляцией проблемой. А дальше как трактуется зажимание вот это. «Трактуется». «Как без зрения». «Угу». «Вот этот ваш базу, он в многих возникает вообще. Но когда человек говорит сквозь зубы, это всегда однозначно презрительно. Потому что презрение зажимает вот нижние челюсти. «Ты скажешь, что это презрительно говорит? Представляешь, что здесь мячик? Чего ты хочешь? Нет, если вот так разговаривать, не важно, что ты знаешь, не очень хорошо слышишь». «Замечательно». 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 «Непривычка». «Непривычка». «Непривычка у нас здесь эмоциональный центр презрения. Стоит тебе презрительно, человек, и потом ты увидишь, как тебя через сон». «Вот так». «И поэтому, если человек испытывает эмоцию презрения, он нижний телеса перед ним не может». «Но автоматически читаются любые спазмы, где сквозь зубы, да, читается, как презрительно е». «Но сейчас же не ем презрение. Почему оно презрительно?» «А это читается». «Я о чем говорю?» «Даже если вы ничего не говорите, как вам кажется, вы очень долго говорите на диверпалке». «Поэтому эти вещи надо пробивать и прокатывать». «Замечательно». 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 «Да? «Отим, как вы видите такие результаты?» «То вот эту…» «Да, что тебя зовут Дениска?» «Я вообще же старую фрабью скубил». «То вот это…» «То вот это…» «Либо вот так…» «Все вроде нормально, все вроде правильно, но хоп!» «Зажал». «И эффект вот, замечаете, да, на нынчок…» «Рефлексируйте, смотрите, какой эффект этот производит». Ты же ничего не начал. Уже к тебе вырабатываются отношения. Тренер боится. А чего бы потом? Не попробовать назад. Ну-ка, давай еще раз. Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Кто же мне с тобой такой красотизм? Не знаю. Давай вот эту подсколку открыть. Не вижу. Помогают вот эти вещи. Ну, форексует реально. Теперь ее смотреть. Дело очень простое. Представь, что вот здесь у тебя тепло. Грелко положено. Да. Держи. Вот. И только концентрируясь на этом ощущении, давай. Вот скажите. Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Ну, ужин. Чувствуешь, да? А с фазмой сменитесь, они ведь это читают. Они читают эти вещи. Совершенно четко. Ну, а тут дальше пошли. Здравствуйте. Это Лос Француз. Ну, ты тут просто надо с фазмой сменять. У меня есть ощущение, что он прекрасно представляет. Есть. Как ты так здравствуйте представлялся? У меня зовут Юлия. Связно. Здравствуйте. Меня зовут Роман. Ты слышишь? Как это просто становится? Ломаная речь. Вот с этим надо серьезно разбираться. Давай спокойнее. Иррационал. Типичный иррационал. Манера речи. Потому что тело обрезан. Почему я говорю? Типичный иррационал. Нанесли. Здравствуйте. У меня зовут Роман. Уже лучше еще раз. Держите же ощущение. Здравствуйте. У меня зовут Роман. Угу. Репликуем. Ну, логика понятна. Смотри. Либо разогреваешь вот эту часть, и начинаешь говорить, концентрируешься на этом ощущении этих глаз. Старайтесь делать свой голос теплым. Для тела нужно включать. Ну, старый. Ты говоришь на связках. Это большой минус. Связка за 8 часов в уроке. Поэтому у тебя группа должна резонанс по секунду. На чем говорить нужно? Вот здесь. Когда, когда вы говорите, группа говоря вместе, говорите с какого-то места. Я вот, наверное, с какого места говорю? Кто? Отсюда. Отсюда. То есть, когда грудная часть работает. Голос, который идет отсюда на резонансе, позволяет человека держать. Когда она у меня раскручилась, я могу человека держать, я буду просто говорить, и человек будет меня слушать. Вот. Твоя задача – это раскатеть. Чтобы у тебя пошло тепло в голос. Голос сделать теплым. С ритмиком, я думаю, завтра с утра вы работаете, потому что умный. Давай еще раз. Здравствуйте. Меня зовут Рам. Без вызова можно? Без чего? Без вызова. Полный. Вот, 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 представьте, раз вот она течет, потом выкатывается. Не так, так. Здравствуйте. Меня зовут. Куда-то так. Я не могу сказать. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Потому что я не чувствую. И вы, как же, не так чувствуете. Это эстетическая проблема. Здравствуйте. Меня зовут Роман. Вот, нормально. Не бойся протестом. Здесь у них лучше. Чтобы еще было первичное дело, еще медленнее. Здравствуйте. Как зовут Роман. Вау. 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 Ужняет. Вау. Очень реально. Речь надо свою, учимся, голос у тебя какой-то голодный, т.е. варьируйте, тогда ты голосом можешь управлять группой, управлять людьми. И надо говорить, надо руководить, кто что себе придумает, пожалуйста, а вы же никто не понимает, что не делает. Возьми рукотофон, включи на запись и говори. У тебя есть интеллект, у тебя есть мозги, у тебя есть опыт общины с людьми. Ты, если не будешь себе реформу петь, то услышишь, где у тебя корява и как тебе надо рефтовать. Пробуй, 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 пробуй. Завтра вот с утра, потому что ты делаешь утомление, вот эти все фишки с темпами и совсем новым упражнением вы сделаны. Это не такая глобальная вещь, но понятно. Вот эта вещь помогает. Да, надо сбивать свой корявый, он у тебя корявый. Сад Михайлович. Здравствуй. Иди без меня, Сад Михайлович. Да, мешай. Мешай себе, заужи меня себе. Мешай, говори, да, чтоб тебе говорили существенный день. Когда у тебя, понимаешь, так плаву не будет, как в Москве. Вот два человека возьми, тогда пойти в Украину. Наташа, руки шагов не будет. А вот когда, как бы, в обычной речи он же разговаривает по-другому, плавная же у него речь. А сейчас? А мне вот какая разница, как он там разговаривает. Там он никого не боится, там его не оценивает, там он со всеми заключил уже договора. А там он уже, он из вас пытал определенную роль, там мини-гружба. Где он третер, ему бориться не надо. Это вы напрягаетесь его понимать. А он готовится к тому, что выходим на людей, которым он вообще никто. И надо кем-то становиться. И там, да, ты можешь так же, то есть тут облажать, а в куларах ходить, опять там что-нибудь делать. С каждым отдельно, да. С каждым отдельно, да. Но тренинская профессия, она вот не эта, полагает. Понимаешь, да? Вот у тебя очень ломаный ритм. И это и тело, а именно при говорении. Когда ты говоришь, ты что-то отсюда. Можно отсюда, можно вот отсюда. Вообще лучше, если ты всем телом разогнешь, наверное. Всем телом. Он может быть учителем. Прямо сейчас начать? Суть какая, что есть классических три центра, из которых можно говорить. Верхний. Если бы надо было сейчас поднять интеллектуальности, вот замечаете, что сейчас происходит, когда я начинаю говорить вот таким тонком. Меняются ощущения? Да. Что происходит? Вот если бы я сейчас преподавал высшему математику, кстати, по этому математику с таким голосом. То есть на интеллектуальности абстрактные вещи осмыслятся очень удобно. Замечаете? Есть ощущение, когда тело поднимаешься, где-то вот здесь, отсюда. Легкость. И тело обрезается, замечаете? Это высшие центры. То есть высокие центры. Высшие в том смысле. Просто по высоте. Выше поднимаются голосом, но говоришь на связках. Вот что при ноте. Обрезаешь резонанс. Грудная чакра. Грудная чакра это терапевтическая чакра. Когда душевно говорят с человеком, работает именно эта чакра. Когда мне с человеком было просто приятно поговорить, у вас работала вот эта чакра. И приятно поговорить вот здесь тепло. Правильно? После разговора с человеком. Потому что вы друг другу прокачали именно на этих вибрациях. Есть нижняя чакра. Чакра слово такое. Не моё, но любого слова я не понимаю. Центр нижний. Да? То есть таргат прямо выходит вниз. Какое ощущение создается, если ты начинаешь работать с людьми? Обычно мужчины так разговаривают с женщинами. Причём неважно мне какие песни петь и о чём мне с ней разговаривать. Если я пробую нижний центр, это что? Если начинается, к примеру, мурлыка неутробно. Я докурился, я его спустить как сказать не могу. Но суть понятна. Нижний центр это центр силы, да? То есть ощущение. Поэтому воспринимайте не низкие голоса, да? Тэмбрай воспринимайте вообще глутальный, витальный, силён и так далее, и так далее. Это на противоположный пол или на свой пол тоже? Да и на свой. Это вообще. Тема сексуальной медитации это тема отдельно. Учить. А вот этот вот факт на этот голос я имею, это про его влияние? Ну, влияет на противоположный пол влияет. Не выставляет сколько народу приходят на консультации, смущенные своим странными реакциями. Мужчина на мужчину, женщина на женщину. А ты не на мужчину, женщину реагируешь. Ты на вибрации реагируешь. Традиционно женщина с низким тембром воспринимается как чувствительная, сексуальная и так далее. Терцовый мужчина также воспринимает. Так или иначе, характеристики и пониженность гембра, и пониженный ритм. Иногда даже пониженная амплитудная составляющая, то есть тише. Человек, как правило, связывается с силой, авторитетом и так далее. То есть, авторитетом и так далее. То есть, если бы я не хотел произвести именно такое впечатление тяжелого авторитета у человека, я могу так понизиться, создавал бы у вас на предоставлении. И если я уйду не так, вот куда вообще? Ну что, понятно? Это же так. Только на время ты уже нашли, а потом? Сколько захочу, столько не будешь. Понятно. А куда ты денешься? Это ролевое введение. Чем больше ты влипаешь в рот, тем больше держит она тебе. Либо ты это забрасываешь сразу, либо подчиняешься. Сразу, знакомая ситуация, сразу не воспротивился, потому что, очень трудно выехать из этой работы. Только ситуация другая, а мы пришли сюда, когда пройдет, за тренинг, я сюда больше всего. Поэтому важно профессионально, да, раскачать. Ну, все более-менее говорят, у всех резонаторы работают. Вот первый случай, когда это будет тело ответственность. Потому что, когда он говорит, это интеллектор. Для него говорение интеллектуальное процесс, а не процесс переживания. Ему, для него это, ему надо сделать это процесс переживания. Чувствовать. Что ты речью что-то делаешь. Что, может, человеку понравится речью. Что-то, 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 что-то. Это нужно речью делать. Вот здесь. Это пречи. Насколько заразная речь, в мощнее эмоционального заражения никакой техники не придумывающей. Ладно, дальше пошла. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Как? Я не знаю. А имя сошел, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Смотрите, если зажёгывается имена, фраза, да ещё что-то, и если у нас так не делают, то поставлю Ю-Ли-Я. У меня слушаем, поэтому я всегда только римм называю, потому что фамилию ещё сейчас. У тебя завал идёт, меня зовут Юлия. Вот человек не наслышал. Меня зовут Юлия. Ты буквально делай тот вопрос, Ю-Ли-Я. Ю-Ли-Я. Вообще работать ритмом, да, всегда усилить технический, всегда разбиваешь на столе. То есть это слово, как кирпич. Это вот каждый слово бросаешь из другого звука. Ю-Ли-Я. Мы так просто не говорим, но у нас концепция. Потому что специфичное показание речи, но вот это надо ещё усилить. Понятно? Раз в два вопроса буквально. Ю-Ли-Я. Я вот как кирпич. А если, например, имя с фамилией произносить тоже, что ли, тогда? Да. Уча творится с фамилией Ю-Ли-Я. Квин. Как? Как не произнеси? Квин, квин. Не сможешь сферпитировать никак нормально, я бы не вышел, что сферпитив. Как фамилия? Квин. Квин? Квин. Всё. А ты клин, джин, какую нет? Я бы всё время померяю. Квин. Произнеси, артикулируй, нормально. А осипа какое? Геннадий? Да, углавец! У всех же клиентов надо. Ну так. Ю-Ли-Я. Геннадий. Квин. Давай ещё раз. Ю-Ли-Я. Геннадий. Квин. Квин, да? Сейчас. Ю-Ли-Я. Ю-Ли-Я. Квин. Сделай ровно то, что я прошу. Это губы, и брази. Надо сделать губы. Ю-Ли-Я. Чувствуешь, как ты опушил? Ю Скажи, как Ю С усилием в гибриде Ю ЛИ 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 Я Вот, еще раз определите Ю ЛИ Я Вот, и теперь пройдем на сигнала Юлия Чертче? Да, да Потому что, когда вы эти вещи делаете, пробиваете, они автоматически в речь проходит Все, автоматически Если ты научился речь ритуализировать, то эти легкие внести, он будет приедать Понимаешь? Понимаешь? А, видишь, неудобный То есть, имя, оно должно как бы литься, то есть, без всяких вот таких склесков, да? Без удаления на какую-то проблему Ну почему эти склески образуются? Почему концы не зажжут низки? Это указано простилить Мы всегда стыдимся Есть какие-то неприятные вещи, которые мы не принимаем Они же это по закону проявленные, есть такой закон Все проявляется Ты не можешь с мордостью произнести свое Ты не можешь вот так внал Вы же меня не знаете чего Он так Здравствуйте, меня зовут Александр Да Вот произнести что? Мощно это звучало Потому что людей вначале просто как имя И когда, вот понимаете, потом передается энергетик, который вложен на тобой в собственное имя А в любой, если ты не вкладываешь специально, то вкладывается все Все твои страдания, положительные Ощущения там Эй, Ёлька, пошли сюда Вот это все Вот это все Вот это все Поэтому концы зажжутся Провал Один из простых Люди, они не могут объяснить, почему Дословно, но чувство, чувство Что, что ты Я сейчас встретился с собственными людьми и ничего с ним разговаривал Что дальше? Да То есть все буквы плавные Я еще раз уточняю, все буквы плавные, да? Да Да То есть, например, не Юлия, а как бы Юлия, да? Вот ровненько так Там, ну, красиво Вот что ты хочешь, как тебя там приведет Понимаете, можно имя сделать грациозным, да, если вы примите Плавным, текучим, сильным Можно жестким сделать Можно сделать резким Так тебя люди и запомнили Потому что потом, кто вел у тебя тренинг? Юлия У него же матрица записана, он просто в этот момент воспроизводит Как ты представилась, да? Так он и вылез Юлия, наверное, взрослый Че это? Кто там идет? Поэтому это важно Важно дистанцироваться от своего имени, во-первых Потому что надо здесь становиться товарной маркой Понимаете, да? А во-вторых, имя свое очень понасытится И правильно произносить Чтобы не дистанцироваться, чтобы проще другого имя взять Это больше оттерствованием, если ты этим путем пойдешь, ради Бога Да Ну все Здравствуйте, меня зовут Наталья Я в кончении, чтоб в Самар не ехал Почему? Страх 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 Персонаж Голос зажатый Чувствуете зажатый Почему голос зажатый? Не знаю Скажи мне еще чуть-чуть Я До этого был другой голос Вы вот замечаете, что происходит Воспринимается человеком? Несерьезно Несерьезно Выключите Кухольное 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 Проблема в том, что человеку терапия нужна Серьезная терапия нужна Потому что вот тут зажили У нее вот здесь Вот здесь вот сдамлено Почему это происходит? Это происходит от боли Который человек себе таскай У него не уйдет Зажили пилотичными Такими Кухольными Голосами Ты можешь распрямиться? Вот здесь Типа у вас ощутится Вот тут буквально Знаете, вот иногда Вы приходите, да? Приходите Ну, да Вот Вот Синтересный цикл Есть Через нерву подышать Знаете такую практику? В практике любые С центра работают Можно сюда Втягивать Главное, чтобы ощущение тепла Давай, давай Повечем Здравствуйте Меня зовут Наталья Просыпается Голос Душится, да? Да Вот если с ней сейчас Хотя бы в рамках телески Хорошо поработать Этот голос Выпустить Он уже звучит Понимаешь, да? Да Его должно вот Избудеть Не на связках Не отсюда Иначе В задушке Просыпается 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 Ну, кто еще Что-нибудь Здравствуйте Меня зовут Наталья Вакуируешь 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 С телом очень много связано Волосы Вообще Волосы В душу Все слушают Глаза закрой Просто слушают И все услышишь И все человек всегда расскажет Про болячку Точно про зажим Не надо расскажет У тебя вот основное препятствие Если ты не хочешь Чтобы люди у тебя скрючились Через час А потому что на резонансе Человек будет крючиться Вот эту вещь надо прокачивать Чувствуешь, как зажатся? Да Таскаешь Таскаешь Как-то до хрена Понимаешь? Зажало И разговоры Это самый высокой Тоже Из этой серии Одиночество В толпе называется Проснись Вот твоя задача Первичная На тренинг И вообще надо к людям выйти Как выкруппаться И увидеть людей Иначе Понимаешь? И зал свой выпустит А это вечно обозначение на себя Хочет, разговаривает И ты слушаешь Люди Люди Ну-ка еще скажи что тебе Здравствуйте Меня зовут Наталья Ну еще и чувствуется Зажим Вот понимаете как работает Да? Раскачиваем тебя Если есть ощущение тепла Кульсации То есть Оно идет в голос Сразу в этот голос И автоматичные Резонансы Вызывают Как хуже ответ На реакцию У человека Можно упустить Иплику боли Например В этот голос И будет Лучше Две фразы Еще скажи Каким голосом Каким голосом Мы решим Так А теперь Потому что Резонанс Потому что Эти вещания Называются Резонанс Другому человеку Что бы ты ни говорил Идет изобретение Если ты хочешь Другу держать Держать В хорошем состоянии Все науки Фишутся в состоянии Вот Понимаете Он воспринимает Он даже вот в таком Вот в таком состоянии Он навыки выучит Поговорил информацию Но воспринимает В таком состоянии Ведь информация Примерно в состоянии Как только Он спросит Что-нибудь из этой информации Он видит Он так вот сядет Он скажет Ну это вопрос Потому что Информация Пишется в состоянии Это жестко И на науку Другу надо держать В рабочем состоянии На подъеме Вот Как он будет работать В таком состоянии Международное В маху натыкать Так что у него больше не будет Грудь на завариваться То есть Вот разв-влазу до него Ну опасно Главное Пузволочек Ну ведь Смотрите человек Какой самоконтроль Она зажата По сути травмей Но она же Мы не заметили, мы не заметили. Только по голосу слышно стало, а не видно вообще по осанке, по всему, что у нее грудь завалена, что она зажата. Правда, смотрите, грудь какая великолепная. Технически, за счет того, что достаточно большой отъем, можно заметить, но она уходит и скрадывает, что грудь ее на завален, что ты зажат. Замазировалась. Да. Ой, как он спрашивает. Какой пересыл. А группа во имя называется. А голосом вы собрёшь? Усю. Скажи-ка еще что-то. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Слышите другой человек, который просыпается? Да. И этот человек интереснее, Андрей, чем вот этот вот. Здравствуйте, Андрей. Кому-то я порезал, но вы тысячи, когда больше не верят. Сколько мне было в себе? Дыши, ради Бога. Для чего все это? Ладно, дальше пошли. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Хорошо, но как-то издалека. Есть такое ощущение? Что ты говоришь? Хорошо говоришь, голос хороший, да? Вот имя скажет люди. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Без угрозы. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Вот хорошо. Чувствую, что я голос сразу настраиваю. Если тебе вопрос заставить представиться, то ты его придешь в соответствии, постараешься так же сказать. А то он говорит, здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я говорю, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ты нас стараешь, что ты видишь. Елунда против, но смотрите. Какая реакция почему-то. А ведь ты присутствуешь во многих вещах для тебя видеть имя. И имя сакральная вещь вообще. Вот с вторыми именами. Я сейчас не поводу этих вещей красотам. Ими очень значимые вещи. Это вещи, которые словосвещение протеза чаще всего в жизни слышишь. Если оно у тебя так семантично, что это, что это, Дим, дал что-то там. Что люди прозвище себе выбирают? Имя же родителей дали, многие стесняются. За это родители назвались. Я бы сам себе такую, например, не выиграл. И это очень четко было в глазах, которые прорезают. Это звучит. Не выиграл бы себя такой. А какой был? Я не поясню. Потому что я отвечаю то, что всегда были вопросы по поводу, когда произносишь что? Имя с детства, всегда как я ходила. Ну, смотрите, как все получилось здесь. Нормально. Фритмизация пошла. Тело научишь, оно глупое. Но ногу сварят, но уже с войлой не видно. Правда, значит, пошли. Здравствуйте. Извините. Здравствуйте. Мое имя Айдов Гареев. Звук капец. Понимаешь, я тут целый спектакль разобрал. Понимаешь, тут человек, вот мы уже сколько-то знакомы, да? Вот человек уезжает в коллектив. По закону групповой динамикой. А она на самом деле не та, но она себя чувствует уязвленным в положении. Не может, она вот так просит. Видите, целый спектакль. В жалоб варианте все, что вы здесь уже проделали. В одной фрезе. Забите. Подача. Ой, как нет. Ах. Все. Надо быстро отыграть, потому что время уже прошло. Отыграть, закрепить определенные годы. Ах, 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 ах. И потом просто дело в общем-то сделало. Ага. И ты думаешь, ты представилась? Угу. Ну, нет, наверное. Ну, продолжается шут. Здравствуйте. Мое имя Аняда Багареева. Почему мое имя? Почему мне не язык? Потому что я решила так представиться. С чего бы это думать? Не знаю, давайте подсуждаем. Да, в общем. Нормально, представьтесь. Без вот танцев. Без отыгрышей. Здравствуйте. Меня зовут Алина Багареева. Вот. Нормально. Нормально. Чувствую, что человек, ну, человек волнуется. Для нее вот ситуация как раз приближенная к боеву сейчас. Примерно так и есть. Как вы будете себя натреть ощущение. Или же танцы какие-то были, а зачем? Эти вздохи, архи и так далее. Ладно. Посмотрели на себя? Дети, это мы еще никуда не еды. Это мы просто поздоровались. Ладно. Это в отработку этого дома. Посмотреть, сколько. И, давайте, один раз отрегулизируешь свое имя, оно въестся, так и будешь произносить. Это имя. Это дальше твоя торговая марка. Все. Люди не идут там на какой-то тренер. Люди идут на тренера. А тренер это имя. Поэтому нужно как бы уважать свое имя, произносить его и заставлять уважать других, это значит... Ладно, поехали. Забрал другу, представился вроде как. Что дальше? Знакомство. Знакомство. То есть, по сути, то, что называется первый круг. На самом деле, тут знакомство, оно вообще дело десятое. Тут вопрос включения, установления и личных индивидуальных рампшопов с каждым человеком. Вначале группа, это не группа. Это просто куча людей. Что такое группа? Когда вы, вот, увидите фазу, будем говорить, это гонит. Фаза, когда группа реагирует как один человек. Вместе смеется, вместе вдыхает, выдыхает, вместе хочет в туалет. Вот это уже группа. А вначале группы нет, есть распространенные люди. И твоя задача её ещё как бы собрать в группу. Когда идёт круг, важно даже не представление. Единому можно перечить и подвесить. Вообще не представляться ещё. Потому что ты вешаешь, потому что забываешь, ты не этим занимаешь. Но есть шанс и есть возможность тебе начать построение группы. Присмотреться к людям. Потому что ты строишь группу. Профессионально строишь группу. То есть по структуре группы создаёшь, которая доходит к твоему тренингу и к твоей задаче. Поэтому это не просто. Вот как обычно, задают себе глупый вопрос. Ответ вас смыслный улюдитель. Зачем пришёл на тренинг? Чего так не может вообще? Понятно, что сейчас какую-то отмазку есть. Но смотрим на реакции. Типичные реакции. Как человек сопоится, как он это подаёт. Вот есть индивидуальный контакт. Вот я с ним поговорил. Что-то скриптил. На чем-то кушке силы. Да, я закрепил работу. Перехожу к следующему человеку. По сути, у вас есть возможность с каждым участником группы установить работу и понять примерно то, что. Что важно и что очень значимое в первой части введения группы. Есть такое понятие групповая динамика. Тренер – это тот, кто работает в групповой динамике. Материал начитать на кубку. Любой лысый сможет. Дай бумажки эти прочитать. А вот дописка того, что группа усвоила материал и освоила. Это и есть профессия тренер. А что мешает? Вот если тренинг пять дней и ничего не делает специально с динамикой, то первые три дня группы не рабочие вообще. Идут и идут динамические процессы в группе. Что это такое? Встречался в группе? Человек приходит на группу. Это же коллектив. Коллектив, в котором выйдет два дня. Он хочет, чтобы его каким-то образом здесь воспринимали. Но он хочет на этот процесс повлиять. Чтобы воспринимали так, как он привык себя воспринимать. Не дай бог подумать, что он глупее, чем он есть. Еще он как-то. В чем боязнь негативная? В чем у тебя съезд что-то? Поэтому первая фаза это подать себя на группу. Пока я не подал, пока я не убедился, что вот она меня правильно воспринимает. Теперь в жизни же мы этим занимаемся, да? Мы долго рассказываем мудроно о себе. Думаю, человек, в этой эпохе он как-то не искаженно нас воспринимает. Как нам кажется. Потому что мы о себе должны быть своростой. И здесь точно такая же ситуация. Надо заявиться и закрепиться в какой-то роли на группе. Поэтому идет кротес, идет напряжение. Примут, не примут вас, примут, не воспринимут. Люди разные, температуры разные. По сути, есть пяток групповых дровей. То есть ролевой структур на группе, он ограничен. Один лидер. То есть на группе будут слушать с равно одна группа. Но на одной может претендовать несколько человек. Начинается борьба за роли. Это понятно? Сколько ролей? Кто знает, какие роли? Ольга пропила здесь. Сейчас мы эту структуру самым будем прокатывать. Потому что тригра. Три роли. Три жунь. Три роли. Я знаю. Какие? Роль лидера, роль нейтральной стороны и роль жертвы. Я вот такие три роли знаю. Ну это, видимо, сетка со специфического какого-то тренера. Здесь разбираем классику. Фишка в том, что значит строить группы. Это значит на нужные роли распределить нужных тебе людей. Тогда у группы определенная структура. Лидера можно сделать за счет лидерской власти любого. Любого. Но нужен тот человек, который наиболее точно соответствует цели тренинга, задачам тренинга и отношению к тренингу. Понимаете, это наиболее конструктивный человек, потому что на лидера будет группа ориентироваться. Выберешь неконструктивного лидера, очень много неконструктивных лезет будет, не потянет он. В момент первого, можешь сломаться, плюнуть на группу, завязать. То есть, взялся, а потом складывал в задницу, и кинул в группу, и смелся, у тебя группу без лидера. Это инертная луга, потому что ей теперь надо, она опять выпадает из-за работоспособности, потому что ей надо искать нового лидера. Пока он не появится, ему подтягивает способность. Понимаете? Но это вот твоя игра изначально. Ты не просто разговариваешь с людьми. Ты ищешь конкретные роли. Конкретные роли определяешь. Вот ты вот смотришь, потянет он на лидера, а не потянет. Мы говорим, наверное, на кого он будет. Главное, дальше пошел. Следующего посмотрел. Скорее всего, участник. Понимаете? Ты уже прикидываешь, потому что дальше специфически работаешь с людьми, ты добиваешься восприятия группы, чтобы группа взяла их в эти роли. Теперь давайте сама структура и роли, чтобы вы знали, что это делать. Тут есть принцип осенья. Довольно легко заплатить. Осенья. Вот здесь есть группа, вот центр. Он всегда психологически ездит. Замечаете, я сюда встал, что-то не ездил. По-другому меня занимается. То есть, как же я такого человека сюда поставлю, он не в центре. Хотя-то почему нет, но центр технический он всегда есть. Через этот центр на дозе. Если можно кругом нарисовать, то очень легко определить. На платье тренера кто сидит? Вот это вот. Это у вас тренер-лидер. На самом деле можно написать целый труд на тему отношений и взаимоотношений лидер группы, тренер. Это специфичная вещь. С лидером надо договаривать. Лидер – это голова. Понятно? Обычно на это место садятся люди, которые претендуют так или иначе, явно или не явно, на лидерскую позицию на голову. Они всегда будут садиться вот так. Почему? Потому что, по большому счету, это позиция конфронтации прямо напротив меня. Я, по сути, говорю ЕМУ всю двести трени. Правильно? Ко всем остальным я в какой-то степени в полоборота, но вот ЕМУ точно говорю прямо в лоб. Поэтому эта позиция, почему человек выбирает так? Человек с амбициями. Человек, который… Понимаете, да? У нее есть определенный уровень бритки, идти на роль на голову и так далее. То есть, если ты меня примешь – хорошо. Но если ты меня не примешь – я готов порубиться. Вот эта позиция. Она достаточно агрессивная. Лидер – это одиночка на группе. Так же, как и тренер. То есть, он очень часто, если правильно ведешь группу, он становится кодерапевтом. Он тебе помогает. Он, как бы, часть функций по ведению тренинга берет на себя. Потому что эти очень схожие процессы. Тренер – он в группе не участвует. Тренер – внешние силы по отношению группы. То, что я делаю с группой, группу воспринимают как давление из меня. Я напрягаю, я дергаю. А они тут друг за другу стоят. Так, чтобы помогать. Да? Ну, Лидер – это почему? Одиночная роль. Это вот роль, которую человек, при всем при том, что очень мощную нагрузку несет на группе, он одинокий. Он отвечает, он принимает на себя ответственность. Поэтому сюда, по мне, характерно, и будет тяготь и идти. Понятный вопрос? Ясно. Пошли дальше. Вот эти две оси вот, которые вот там. Вот два человека здесь и два человека там. Это экспертная группа. Познакомьтесь? Эксперты. Их два. С каждой стороны всего 14. Это люди, которые… В чем роль эксперта на группе? Это человек, который обладает по заданной теме, как он считает, естественно, в достаточно большом объеме. Понимаете? То есть он реально в этой теме считает себя экспертом, поэтому он вот сюда садится. Роль пассивная. В какой момент включается эксперт на группе? Если лидеру недостаточной информации для принятия решения, тогда включается эксперт. То есть если ввели замечательный момент. Ну что, будем делать упражнения? Не будем. Все смотрят на это.